Всем привет! Меня зовут Даша и сегодня буду вам рассказывать о целых двух книгах. Начну я в том порядке, в котором читала их сама. Первая книга принадлежит первому Александру Дюмаю, называется оно «Ущелье дьявола». События происходят в Германии на тваре 1811 год. Наполеон правит Бауа. Это канун начала Отечественной войны. Имя Наполеона несколько раз произносится на странице книги, но он не является главным героем или даже второстепенным. Он так, где-то там, маячит и всё. Сюжет буквально сразу нас знакомы с двумя молодыми людьми, друзьями. Это Юлиас и Самы. Мы застаем их в пути, и на этом пути их застает ненастия. Погода бушует, и благодаря этому буйству погоды наши герои знакомятся с двумя очаровательными девушками. И сначала кажется, книга такая простая, можно даже сказать элементарная, невероятно предсказуемая. Двое порывнее знакомятся с двумя чудесными девушками. Что здесь может быть непонятного? Любому ясно, что произойдёт дальше. А вот и нет, бе-бе-бе. Ну, по крайней мере, я очень ошибалась. На самом деле, всё это заблуждение длится до середины книги, и, может быть, даже дальше, где-то страниц за 100. Хотя нет, здесь я слишком оптимистка. Страниц за 70. Начинается самая-самая-самая вакханалия. Просто вот тотальное зло. Невероятнейшее. И вообще, эта книга от зле, вот реально, я поняла, сколь сильно она меня погружает в какую-то пучину печали. Я была совершенно убита негативными эмоциями. Правда, я вскоре догадалась включить жизнеутверждающую музыку, и это немножечко мне помогло при чтении. Но всё равно вот это вот чувство угнетения, подавленности, оно абсолютно никуда не уходило. Это реально книга о зле, вот правда. Но ещё раз повторяюсь, это книга о зле. Ничего более злобного, жестокого, невероятного. Просто ошеломнительно злобного. Я уже произнесла это слово. Я просто вообще давно не видела, и сомневаюсь, что видела вообще. Это всё так испорчено, так вот просто угнетающе. Просто я была под очень тяжёлым впечатлением. И эта книга меня поразила самую душу. Я была напугана и обескуражена, неприятно, удивлена. Но читается легко и занимательно. Перейдем к следующей книге. Она называется «Убить некроманта». Автор Макс Даллин. И на самом деле я бы не покусилась, пожалуй, на эту книгу. А если бы не очень лестный отзыв одного книжного видеоблогера. Это её зовут Людмила Ильича. Я оставлю ссылку на её канал под видео. Но вы скорее всего, если вы смотрите книжный видеоканал, скорее всего, вы с ней знакомы. Такие лестные слова были о книге. Я просто не удержалась. Нашла её в сети. И мне как раз не было ничего было читать. Я нашла её в сети и скачала. И вот если честно, вот честно, вот по названию, по обложке, которую я видела в сети, я думала, что это будет что-то вроде книг Андрея Белянина, «Моя жена ведьма», «Мич без имени». Ну, что-то такое. Очень лёгкая, воздушная, с великолепным чувством юмора и налётом мистики. Нет, я ошиблась. В общем, сначала мне показалось, что нет, я не ошиблась. Но почти сразу поняла, что нифига, подобного заблуждаюсь. Собственно, мы, автор нас знакомит с отдельным миром, в котором есть некий Дольф. Он наследный принц, и он некромант. Надо заметить, что созданный автором мир отличается от миров Хоббита, Гарри Поттера, Нарнии. В этих мирах магия – это само собой разумеющаяся вещь. И это добрые миры. Но здесь мы снова имеем дело со злом. Я не специально управляю. Со злом меня само находит. Так вот, мы имеем дело со злом. Здесь все злые, включая главного героя, потому что не все его поступки однозначны. И человек, моральный компас которого указывает строго на север, никогда не сочтёт его поступки праведными, скажем так. Итак, наш наследный принц – некромант. И его магия воспринимается окружающими людьми, ну, как воспринималось бы, наверное, и в нашем мире, как нечто тёмное, злобное. То, что нужно уничтожить. Ну, и носителя этой магии тоже неплохо бы увидеть. И, собственно, всю книгу его просто ненавидят окружающие люди. Вот. А сам он печётся об государстве. И у него это даже получается. Надо сказать, переставарование ведётся от первого лица. И, знаете, в форме таких вот записок, или потока мыслей, потока сознания, написано очень легко. Юмор присутствует. Как обычный, так и тёмный, и сарказм здесь есть. И колка есть и присутствует. В этой книге мы уже встретимся не только с некромантом, но и, понятно, что с восставшими из могил. Автор очень корректно не называет их зомби, или там восставшими трупами. И он просто говорит про своего главного героя, что вот он поднял человека, и становится интересно, что он сделал. Есть и призраки, и вампиры. Вот. Так что, да. Даже если вам не нравится такого рода книга, она, в принципе, она хорошая. Но, знаете, у меня батарея садится, и вынуждена закругляться. Если так случилось, что в вашем окружении есть возможность, что уйдёт из жизни человек, например, в средстве незначимой болезни, вам будет очень сложно читать, не делайте этого. Отложите на годик после травмного события. Правда, будет сложно. А вообще, книга хорошая. Я хоть подобное не очень читаю, не то чтобы из принципа, а просто как-то не случается. Но это я оценила. На этом я прощаюсь. И не забудьте посетить своих близких, перешедших границу этого мира, другой народонницу, в родительский день. Непременно. Пока-пока. И до скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok